В начале сегодняшней аппаратной о работе территориального отдела управления Роспотребнадзора рассказал Андрей Куликов. Одним из важных показателей на сегодня является улучшение качества питьевой воды. Вы можете четко ответить в отношении качества воды? Мы движемся вперед, у нас что-то получается? Нет. Все же вода это, будем говорить, основной продукт потребления человека. По бактериологическим показателям процент снизился исследований, и эта тенденция есть, и она постоянно присутствует. И та работа, которая проделывается, в частности, водоканалом районном районе, она видна, и везде это отличается. Сегодня школьники сдавали один из основных предметов – единый государственный экзамен по русскому языку. А на прошлой неделе во всех образовательных учреждениях отзвенели выпускные звонки. Образовательные учреждения активно использовали имеющиеся ресурсы. Это и наши замечательные актовые залы, внутришкольные территории, спортивные площадки. Использовались различные формы. Это были и традиционные школьные линейки, это были большие праздники, мюзиклы, театрализованные постановки, где выпускники, конечно же, со слезами на глазах, прощаясь со школой, говорили слова благодарности педагогам. А следующего события в течение года ждут многие школьники и студенты Раменского района. Это открытие туристического слета. 45-й по счету. Подали заявки на участие 48 команд из 45 учебных людей, в том числе и трех училищ. Всем поселений Раменского района представлены. Мы особое внимание уделили подготовке к слету безопасности участников. Произведена опашка поляны, дезинфекция поляны. Поэтому думаю, что все придет хорошо. Завтра приглашаем всех на открытие в 17.30. С 12 сентября в Раменском стартует чемпионат мира по будминтону среди студентов. Международной федерацией утвержден талисман соревнований. Его автор Альшевский Илья, художник-оформитель дворца створка Борис Игревский. Был в этом голосовании и в связательной борьбе победу одержал этот талисман. Такой заявок. Надеюсь, что он принесет нам удачу. Да, спасибо. Константин Александрович, надо как-то прогнать волну рекламы вот этого мероприятия и в том числе показать этот талисман. Подведены итоги еженедельного мониторинга поселений района на предмет борьбы с незаконной рекламой. На всей протяженности Раменского шоссе, на опорах освещения, деревьях, дорожных знаков, на сумматорных подстанциях выявлено огромное количество всевозможных листовых табличек. Аналогичная ситуация на улице Интернациональной и Хрипанском поле в Донецком шоссе. Второе. Городское поселение Ильинский. Комиссия отмечает. В своевременную производится очистка опоры электросвещения от листовок различного характера. Опоры окрашены, покрыты антивандальной сеткой. Глава района остался недоволен работой в этом направлении глав некоторых поселений. Через неделю заслушает персональные отчеты. Не перестают радовать педагогов и родителей наши юные дарования. 33 человека вышли в финал. Финал состоялся 24 мая в Кропус-Сити. Из 33 детей трое были раменские дети. Мало того, что они попали в финал, они заняли призовые места. Гран-при этого фестиваля получил наш воспитанник первой музыкальной школы, обладатель уникального голоса Пиров Фарух. Первое место в фольклоре занял наш коллектив «Затейники» ДК «Победа». И второе место по вокалу занял также наш воспитанник первой музыкальной школы Руденко Харитон. Ну а поскольку этот конкурс проходит под таким же каноном, как Евровидение, те, кто взяли призовые места, гран-при, те являются стороной, принимающей на следующий год. Поэтому для нас это гордость, но и дополнительная ответственность. На следующий год этот фестиваль мы будем встречать в себя. С каждым днем набирает обороты подготовка ко дню района. Основные торжества пройдут 11 июня. Михаил Лебедев, Александр Винченко и Ольга Скрябина. Для программы «Городские вести».